Привет, друзья! Только представьте, если бы Земля вращалась по орбите самой большой из когда-либо обнаруженных звезд. Сколько времени тогда понадобится нашей планете, чтобы облететь вокруг нее? Как это повлияет на погодный цикл? Да и выживем ли мы? Юай-щита, или как еще ее называют, Юай-скути. Одно из величайших открытий человечества. Эта звезда примерно в 1700 раз превышает радиус нашего Солнца, а ее диаметр, по оценкам ученых, составляет около 2,5 миллиардов километров. А вот так, в принципе, выглядит наше Солнце на фоне этой звезды. Чтобы облететь ее вокруг, на том же Боинге 747 потребовалось бы около 1200 лет. Если бы Юай-скути занял место нашего Солнца в центре Солнечной системы, он поглотил бы все, вплоть до орбиты Сатурна. Юай-скути была открыта немецкими астрономами в 1860 году. Расстояние до нее от Земли составляет около 9,5 тысяч световых лет, а светит она примерно в 400 тысяч раз ярче Солнца. Чтобы при таких условиях на Земле могла появиться жизнь, она должна находиться на расстоянии примерно в полтора триллиона километров от Юай-скути. И что самое интересное, нашей планете потребуется около 10 тысяч лет, чтобы совершить всего один оборот вокруг. Представьте себе, как изменится жизнь на Земле при таких условиях. Каждый сезон будет длиться около двух с половиной тысяч лет. Это означает, что целые цивилизации будут исчезать, так и не увидев более одного сезона. Для большинства людей другая пора года будет представляться просто легендой или даже сказкой, и тот, кто родится за пару десятков лет до следующего сезона, станет счастливчиком. Не забывайте, что орбита вокруг Юай-скути будет расположена прямо в середине Млечного Пути, где космические лучи и свет других звезд светят намного ярче, чем у нас сейчас. Так что даже ночью на планете будет достаточно светло. Но и вдобавок ко всему Юай-скути будет испускать сверхсильную радиацию примерно каждые 740 дней, так что мутация всего живого на Земле просто неизбежна. Еще один нюанс. Юай-скути является красным гигантом, а это значит, что он намного ближе к своей смерти, чем наше Солнце, примерно в 40 раз, как говорят исследователи. Ожидается, что когда эта звезда умрет, то взрыв будет сопоставим с силой взрывов более 100 сверхновых. А взрыв даже одной сверхновы является самым мощным из зарегистрированных. В общем, давайте ценить то, что имеем, ведь нам несказанно повезло с нашим Солнцем, и оно точно заслуживает огненных лайков.